Сегодня в руки камеру брать, а это что-то вспомнила, вот в этом доме у нас раньше были танцы, а сейчас что-то как на кафе какой-то похоже даже, он беседный, что это такое сейчас? Это что-то какая-то, не знаю, это или газовое, что-то здесь построили. Да? А, ну да, что-то такое, беседка у них, прям красота какая. Вот, и может быть для местных кто-то вот, кто раньше жил в Ленёвом, может быть будет интересно, как что поменялось. А сейчас мы с папкой едем забирать заказ в Аберлик, заказ пришёл и там вот обувь, которая мне не подошла, отправляю, одни туфли оставила, всё остальное отправляю обратно. Вот, оплачу заказы и, как говорится, буду спать спокойно. Или вот этот был ночной клуб, пап? Пап, может вот этот ночной клуб был? Сейчас я посмотрю. Мне кажется, вот этот был ночной клуб. Сейчас посмотрю. Я не узнаю, здесь всё перестроили, переделали. А может и этот. Какой-то в фильмах ужасовый, какой-то дом заколоченный, дом или что-то такое было. Так мы сейчас на асфальт выехали мы. Вот, по асфальту сюда и вот сюда, и всё. Ну, всё будешь, если она ещё раз будет брать, теперь будешь знать. Вот Фок, да? Да, да. А, это вот, вот бывший. А это вообще дом какой-то, магазин, помню, раньше был. Магазин был. В этих краях так давно не была, в этом районе. А здесь вот разные эти, да, проводят, пап? Пустырь, посмотрите. Это что, пап, было? Проехали мы сейчас вот это здание. А, это здание этого. Как тебе объяснить? Двухэтажки. Тампонажная контора. Тампонажная контора. Это контора, домик. Посмотрите, какой деревянной крышей какой-то такой интересный. Интересный дом. Раньше мы в этот район часто ездили. Ну, как мне-то, чтобы часто здесь. У папы брат живёт. Мы сюда приезжали. Частенько. Немножко деревни поснимаю. Не так часто в этих краях бываю. А там мне, собственно говоря, ничего особо-то не приходит. Я один парфюм заказала, чтобы участвовать в Фаберлик Драйв. У нас есть программа Фаберлик Драйв. Фаберлик. Там нужна... Ой. Смотрите, что мой кулибин сделал. Это держатель. Намертво причём. Помните, я жаловалась на то, что у меня туда-сюда скачет штучка вот эта вот. 92-й подорожала. Несторый подорожал. 49-15. Да, 48 с лишним. Понятно. Вот. Вот такая штучка. Она дрыгалась. Ну, то есть у меня телефон держался... Я уж не помню, как он держался. В итоге там какое-то что-то отлетело. Выкинуть мне можно, пап? Вот эта штука мне можно? Да, она вибрирует. Да, и у меня я жаловалась на то, что телефон вибрировал, и получалось так, что вы тряслись. Теперь, единственное, надо будет вот так потом экранчик мне повернуть. Она, видите, теперь зафиксирована, никуда не девается. И телефон будет намертво стоять, ничего не будет трястись во время съёмки. Всё равно что-то будет. Ну, не так. Мёртвое тряпление. Всё равно не так. Вот. Так, сейчас мы проедем пункт ГАИ. Я вам расскажу, что я забрала. Покажу вам. Интересная такая концепция Фаберлик. Посмотрите, у нас вышли вот такие вот ароматы. Есть мужской аромат и есть женский аромат. Мужские по 100 мл, женские, как обычно, по 50 мл. Обратите внимание на коробочку. Видите такие чёрные вкрапления? Это семена растений. Вот эта вот коробочка, она мало того, что экологически, ну, экоупаковка, то есть она разлагается. Ещё тут вкрапление семена. Вы можете эту упаковку посадить. Упаковку вот эту вот можете посадить, и у вас вырастут какие-то цветы. Какие, я не знаю. Вот я не знаю, у мамы эту упаковку оставить, до дома к себе довезти. Будет ли там у меня время заниматься. Ну, по идее, полить-то можно. Ну, блин, даже не знаю, что делать. Ну, ладно, потом что-нибудь придумаю. Не тестируется на животных, веганская. И содержит комплекс фитаджиа. Это комплекс, который повышает иммунитет и уровень энергии. Вот. Какой-то там запатентованный комплекс. И ещё плюс ко всему, произведена водичка в Италии. Такой интересный флакончик. Знаете, ничего лишнего. Никакой лишней упаковки нету такой. Не то, чтобы лишней упаковки такой. Лишнего ничего нету. Обычный простенький флакончик. Папа, ты разогнался, и мы едем по этим. По ямам. Вот. Ямы, и все нормально объехали. То есть, он, знаете, такой крафтовый. Вот простота. Вот сейчас вот как раз в моде такая простота. Ну, не в моде, я не знаю. В моде, не в моде. Крафтовые пакеты везде. И вот этот вот, как это называют, выполнен из пробкового дерева. Сейчас, я тут просто параллельно у меня чего-то нету. Тяжело снимается, правда. Двумя руками надо. Вот видите, выполнен из пробкового дерева, который возобновляется. Возобновляется природой. Откручивается у духов крышечка, вот это вот, пульвизатор. Ну, то есть, крышечка снимается, сама крышка из пробкового дерева. Пульвизатор откручивается. И можно дополнительную, во вторичную переработку отдать. Так что, вот такая вот концепция направлена на эко, на сохранение природы, на дружбу и на гармоничное существование природы с человеком. И так интересно, ну, что это вот и есть в компании Faberlic. Так здорово, так прикольно. Так удивительно, так интересно, необычно. И произведена она в Италии. Тоже, может быть, для кого это имеет значение. Я уже нанесла ее, конечно, по первым нотам особо ничего не скажешь. Но запах достаточно неплохой. Зеленый, какой там древесно написано. Зеленый, по-моему. Я бы не сказала, что прям легкий, озоновый, который быстро вылетрится. Действительно сложный, достаточно долго держится. Как он будет раскрываться, я еще пока не поняла. Но сложный аромат. Но в то же время он летний. То есть он не тяжелый, не шлейфовый. Ну, необычный. Кстати, у нас таких не было ароматов. Потому что бывает такое, выходит какая-то парфюмерия на аналог. Либо как-то похоже. Либо есть какие-то отдаленные ноты. Но не знаю, вот из всех тех, какие я помню на памяти, какие пробовала Faberlic, вот этот вот ни на один из ароматов не похож. Ну и концепция. Мне очень нравится концепция. Эко, био, зож. Сохранность природы, нашей экологии. Все перерабатывается. Так что, вот так вот. Я, может быть, после использования оставлю. Единственное, останется только найти закручивающуюся крышечку. Вот вместо стеклянной тары буду использовать. Либо можно налить сюда любой другой парфюм. И можно использовать как, ну, вот на... То, что этот флакончик маленький, там 50 мл. Можно с собой в путешествия вместо атомайзера брать какие-нибудь свои любимые духи. Какой вариант. Доброе утро. Будут заперти, не поймут, в чем дело. Бедные, бедные. Видите, обычно в 4 утра начинает просыпаться, просыпаться все вокруг. Щебетят птички. И обычно для 4 утра у меня окно открыто. Потом после 4 закрываю. Спать невозможно. Я говорю, это как в Индии. В 4-5 утра все, вся природа просыпается. Я провожаю своих родителей. Видите, какой туман на улице? Ой, посмотрите, солнце. Ой, вообще, какая красота. Вот это да. Очень красиво. Так красиво вообще. До встречи. У пускьяков они уезжают. На хозяйстве остаюсь. Уезжают они на сегодня-завтра. Красиво. На хозяйстве. Надо вот этих вот покормить. Но это не точно. Да, надо их покормить. И да, закончилось. Вот. И воды, наверное, долить. И у этих ничего нету. Но пока не просят. Папа, говорит, покормил запасом. Просят. Здесь кто-то, кто-то. На улице так хочется. На улице так хочется. Нет, сегодня гулять не будем. А еду сейчас принесу. Девчонки, всем привет еще раз. С лицом я осталась одна на этих пару дней. Мне родители уехали. Ну, я вам говорила, уже на встрече выпускников. Я, собственно говоря, сюда и приехала, чтобы время провести. Ой, время провести. Ну, то есть, поухаживать здесь за хозяйством, присмотреть за хозяйством. Вот. Собственно говоря, для этого я сюда и приезжала. Вот. Ну, еще параллельно, в принципе, я периодически приезжаю, как вы знаете, к родителям. Вот. Так. Так, что еще хотела вам сказать. Первый раз, девчонки, когда я оставалась, я тоже помню, уехали родители. Не помню, правда, по какому поводу они уезжали, но тоже я была одна. Но было страшновато, потому что, знаете, вот я вообще же мечтаю о частном доме. То есть у меня есть такая маленькая мечта – это частный дом. Ну, люблю частный дом, люблю вот так вот выходить на огород, как-то вот, чтобы вот свое пространство какое-то было. Конечно, если бы у меня был бы свой дом, не знаю, был бы ли у меня какой-то огород или нет, потому что я больше все-таки городской человек, а не деревенский. Хотя кто его знает, знаете, как мы много чего сами о себе не знаем. Это можно только, это, знаете, как мы часто такое говорим, да я бы так не сделала, или я бы сделала по-другому. Да пока вы ни в этой шкуре, ни в этой ситуации, вы никогда не знаете, как бы вы поступили. Вот. И поэтому это вот еще один такой пунктик – не осуждать людей. Ты не знаешь, как бы ты поступил в этой ситуации. Вот. Но все равно есть какие-то определенные рамки у тебя, этические, там, я не знаю, духовные. То есть все равно какие-то рамки есть, ты уже примерно представляешь, как ты себя ведешь, да. Вот. Но глобально в каких-то моментах таких вот, ну прям принципиально важных для тебя неизвестно. Каждый человек неизвестно, как он поступит. Поэтому, ну ладно, это уже опять тема философии. И что я хотела сказать, к чему я это говорила, уже не помню. Кстати, я вчера бровки покрасила вместе с мамой. Ей заодно ее в порядок приводила. Бровки ей покрасила вчера. Маникюр, педикюр я ей сделала. Вот. Да, кстати. Сейчас я вам покажу кое-что. Сейчас я вам покажу кое-что. Ой, сейчас. Ну так вот. И мечта... Ну, а, вот я не деревенский, я городской человек. Вот. И, наверное, если бы у меня был бы частный дом, у меня была бы какая-то зона отдыха. Потому что здесь у родителей зоны отдыха никакого нет. Я вот, допустим, ездила в ленту, там присмотрела качели, но их некуда сюда поставить. Вот. И, ну, как бы у меня было бы там классная, крутая зона отдыха. Так, что я хотела вам показать. Да, и очень хочу изъедом. С одного просто на другое чуть перескакиваю. Очень хочу. Голодная, наверное, еще. Не то, чтобы не проснулась, а голодная. Не поела, поэтому плохо мозг соображает. И вообще просто мысли куда-то со скоростью ветра улетают. Что хотела сказать? Не помню. А, ну и было такое, что я уезжала. Наверное, это было такое, что не я уезжала, они уезжали. Я здесь одна оставалась. И, знаете, страшновато все равно в частном доме быть одной. Одно дело, если бы тут там, как бы, такая вот жилая, не жилая атмосфера. Вот, если бы, допустим, много домов было бы, активность какая-то была, вот, то не так страшно. А так как здесь практически на ошибе, то страшновато. А, ну, может быть, это тогда было. Вот сегодня себе тоже протестирую на вот эти вот моменты. Поэтому одной частный дом, ну, во-первых, за частным домом нужно присматривать в любом случае. В частном доме нужен мужчина, который бы хотя бы, если не руками, то организовывал какие-то процессы. Ну, не знаю. То есть я одной из частных домов я себе не представляю. Уже была такая история, что мне одна моя знакомая посоветовала купить себе, когда я выбирала тогда квартиру мне брать или частный дом. Она говорит, да ладно тебе, блин, ну, если хочешь, исполняй мечту, покупай дома. Потом она без мужа одна в доме пожила, и она говорит, не... Поэтому я говорю, мы часто говорим даже, ну, того, чего не знаем. То есть мы не знаем, как мы отреагируем, и как нам было бы самим комфортно или нет. Может быть, мы бы сами бы не смогли жить в частном доме одни. Причём она была с детьми там, и несмотря на это, ей было страшновато. Ну, что-то я ещё хотела сказать, ну, ладно уже. Сейчас я переведу камеру. Я хочу вам показать вот такой вот потрясающий набор. Посмотрите, во-первых, у него, ну, он такой, знаете, добротный, прям реально для тех, кто занимается мастером, ну, мастера маникюра и педикюра. То есть это маникюрный набор. Он прям такой, знаете, больше домашний, непоходный, больше домашний. Очень добротный по соотношению цены и качества, то есть стоит прям просто копейки. Я ссылку на него оставлю, его можно заказать то ли Озон, то ли Валберис. Но ссылку я оставлю. Он двухъярусный. Посмотрите, здесь какие инструменты. Здесь чего-то только нету. Всякие разные щипчики, кусачки разных видов, пилочка. Пилочка вообще какая-то там наикрутейшая. Потом посмотрите, ну, это вот и оформление вам показываю. Всякие щеточки для педикюра, всякие лопаточки, всякие там срезающие кутикулу, инструменты. Там, посмотрите, какой крутой набор. И сейчас я вам второй ярус покажу. Заточка у них там какая-то крутая. Здесь у нас зеркало. То есть можно, не знаю, макияж делать. Пинцет, два вида ножниц. Сейчас, посмотрите, какие интересные ножницы. Если мне кто-то скажет, для чего вот такие вот ножницы с закругленными концами, я буду вам очень благодарна. Потом, чего еще у нас тут? У нас вот такой вот пинцет. То есть два вида пинцетов. Плоский и острый. И вот это вот я еще пока не совсем понимаю. Но это вот мастера маникюра и педикюра, кто этим занимается профессиональным, я думаю, знают. Для чего вот эти вот всякие разные инструменты. Может быть, для маникюра делать красивые рисунки на ногтях? Не могу сказать. Но прям такой, знаете, очень хороший профессиональный набор. Возможно, кто-то меня из мастеров смотрит, кто в салоне работает. Такой вот очень качественный. Хорошо сделан, все прошито. Ну, то есть вообще великолепнейший.